Здравствуйте, уважаемые друзья, любители хоккея! Надеялся я, что свой обзор начну с хорошей солнечной погоды, но, к сожалению, Нижний Новгород встретил нас ветром и дождем. Как и полагается, всем ледовым дворцам есть прочные места, центральный вход. Вот, помимо него, в данном ледовом дворце спорта присутствует еще несколько маленьких входов, откуда вы, болельщики, могут спокойно пройти на хоккейный матч. Также есть удобный вход для лиц с ограниченными возможностями. Далее еще есть вход в шестой, седьмой и восьмой сектора. Тут наши коллеги с телеканалом «Россия». Сегодня будут транслировать наш матч. Ну и в самом конце вход в раздевалку команды. Переходим к нашей традиционной рубрике «Почем билетики фанатик». Какая ценовая политика у клуба по поводу билетов и абонементов? Какой минимальный ценник и максимальный? В целом у нас делятся билеты на две категории, да, есть топ-команды, есть не очень топ, поэтому мы делим как вторая категория билетов, это от 400 рублей до 1650, и первая категория, соответственно, с 600 до 2100 рублей. По ограничениям сегодня у нас на матче с нефтехимиком, соответственно, ограничение не более 30% на относительности арены, да, то есть, соответственно, это где-то 1600 человек, если я не ошибаюсь, с математикой. Ну, в целом, вот мы какие-то матчи играли без зрителей, какие-то играли матчи там 500 человек, и, соответственно, вот сейчас у нас, по сути, максимальная в этом сезоне вместимость, поэтому как-то так. А из этих 30% полностью все 30% приходят? Ну, конечно, Нижний Новгород любит хоккей, поэтому мы всегда заполняли арену. Спасибо огромное Илье, решил проводить меня из кассы в их фирменный магазин на Трибутике, для того, чтобы мы узнали и сравнили цены у нас с нашим магазином хоккейным, который находится в Литовом дворце нефтехимарена. Ну что, покажешь, расскажешь? Показать покажу, провожать особо недалеко, в принципе, у главного входа в Нагорный, соответственно. Вот мы и пришли. Да, быстро пришли. Вот мы и пришли. Да, ну что, заходим. Что больше всего покупают перед играми и в игровые и не в игровые дни, так скажем, болельщики? Ну, в игровой день это, безусловно, атрибут болельщика. То есть к ним относятся свитера хоккейные, шарфы болельщика. В неигровые дни это больше сувенирная продукция, то есть брелки, значки, магниты. Ну, естественно, бейсболки. Ну, бейсболки, шапки, то есть... Больше на матчах. Это всегда, нет, это всегда. Всегда выходит, да? Ходовой товар. Ходовой товар. Ну, берут одежду иногда, если у нас, допустим, есть соответствующие размеры. Вот, мы продаем. Ну, чаще всего, наверное, берут шарфики. Потом различные вот мелкие товары. Это, например, магнитики, значки, ручки и так далее. Игрушки иногда берут. Это если детский товар, неупредим какой-то. Ну, и сейчас вот у нас поступили календарики. Вот, соответственно, их тоже стали постоянно брать. Ну, это вот такой... А, еще, да, конечно же, в связи с этой всей ситуацией стали очень часто брать маски. Вот, и все. Вместимость чаши 5500 человек. Очень удобный здесь обзор. Хорошая, теплая атмосфера. Площадка отовсюду хорошо просматривается. Изначально сам культурно-развлекательный комплекс, арена, буду я ее называть. По вместимости не проходила континентальную хоккейную лигу. Потому что, как минимум, должно быть 5500 зрительских мест. В Нижнем Новгороде из этого положения, такого, так скажем, вышли очень интересно. Они сделали надстройку над трибунами на то количество мест, которое им было необходимо для того, чтобы попасть в квоту. Все, наверное, думают, ну, старенький борец. Особо здесь в чаше развернуться негде. Наверное, кроме зрительских трибун, медиакуба, сиденья к входу в сектора. Ну и самой площадки здесь ничего нет. А хотя есть, припложи тоже присутствуют. Вот видите, как они находятся близко к обычным, так скажем, болельщикам. Но это не страшно. Очень даже хорошо. Удобное теплое кресло здесь. И вот обзор из випложи на саму чашу. Давайте посчитаем количество вы и площадь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и все. Чем скучаем? А вы кто? Вы работаете. А кем работаете? С тюардами. С тюардами? А в чем заключается ваша работа? Подскажите. Просто я никогда не видел, чтобы вот такие прекрасные дамы что-то проводили на аренах. Подскажите, что вы делаете, и что именно, в чем заключается специфика вашей работы? Некоторые люди на досмотре стоят, пропускают, чтобы не пропустили никаких опасных предметов. Относится все колючие и режущие, также задранты, духи различные, запитки большие, стекло и тому подобное. Также мы помогаем нашим гостям в сопровождении у них до их места. То есть можем подсказать их сектор, ряд и конкретно сопроводить. Во время хоккейных матчей мужчины пристают, не пристают? Ловите взгляды? Не пристают взгляды. Ну, взгляды, мне кажется, есть везде, а ловить, ну, такого, чтобы прямо приставали, такого нет. Как ты считаешь, зависит ли от вас вообще общая атмосфера на арене? Очень зависит. Мы часть команды. Мы идем вместе с командой в победу, в поражение и всегда в нефере. Мы идем вместе с командой в победу, в победу, в победу, в победу. Поэтому мы и думаем, что у нас хоккейная команда такая же, как индейцы. Нас мало, но мы, как говорится, пельняшка. И как индейцы, пьемся на победу, проигрываем, но все равно. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы не пропускаем матчи. Стараемся всегда прийти, когда, если бывает возможность, прийти и поддержать. У нас здесь фан-группа не Казанского Акбарса, но Татарстан и русская команда для нас, и нефтергимик, и Акбарш. Да, как ваше, ничего? Отлично. Как себя чувствуете со счетом 1-1? На поле вам выиграем. Должны? Да, конечно, тем более праздник. Динклубы. У нас здесь Иван Глазков. Узнаете? Да, не готовят держать. Вот. Как вы? С кем пришли сегодня? Я вон с друзьями. С друзьями? Тоже с Нижнекамска? Нет, но с Татарстана. С Татарстана, с Челнов. И пришли поддержать нашу команду. Замечательно. Вам спасибо. Огромный респект. Ну, поддержки наши самые лучшие, которые первое место заняло по России. А правда вообще, что у вас во время рекламной паузы есть одна из них, когда вы поете всей ареной песню? Да, это традиция. Традиция будет? Сегодня она повторится? А как же. Начинается третий период, и совсем скоро вы увидите, услышите, как в Нижнем Новгороде по традиции исполняют всем стадионам песню про любимый город. Как тебе? Вкусно? Понравилось? Да, нормально. А что больше всего любишь кушать на арене? Тоже в холоде. Только в холоде? В холоде, нам все нравится, удобно смотреть в хоккей. И еда, и развлечения незаменимые в хоккее. Вот мы все поснимали, встретились с Ваней вновь. Будем сейчас тестить хот-доги. А какие есть хот-доги у вас? У нас огромный выбор, на самом деле. У нас есть сырный классический, и есть салат от холстол. Салат холстол, такой салат барбекин. А что самое большее распродается на арене? Самый популярный, это сырный хот-дог. Тогда делай его нам. Я делаю сырный хот-дог. Два. Смотрите, терминал работает, да? Размер XL, по-моему, я не знаю, сейчас, по-моему, я измажусь. Ну, погнали. Все мои усы в сыре. Друзья, ну что я могу сказать? Мне сосиска по вкусу понравилась. Мне сосиска тоже и тесто, но... Тесто, да. Тесто, да, не очень. Сейчас мы будем разбираться с тестом, да. Спасибо всем, что смотрели наш обзор. Мы после этой игры перебираемся куда? Мы тищи, да, будем играть с Хунь-Лунем. Увидимся там. Так что всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Оставайтесь такими же активными болельщиками в социальных сетях. И болейте за нашу любимую команду «Нефтехимик». А мы продолжаем кушать фудуги. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok